Бомжатский без строганов. Постоянно себе такое делаю. Бедра прямо на кости. И можно вот так посолить, поперчить. Я использую электрическую перцемолку, потому что сегодня я ленивая сиська. Ну и посолили так для виду чуть-чуть. Вот так чуть-чуть. Жарим на сливочек. Минут 8 жарим на маленьком огне только кожу. На маленьком огне, пускай она хрустящая станет. И точно так же с другой стороны. Тоже минут 6-8, типа того. А пока что мелко режем лук, как угодно. Хоть кубиками, хоть как угодно. И режем чеснок. Шучу, можно не резать, можно сделать просто вот так. Вот и все. Когда бедра полностью готовы, просто откладываем их немного в сторону. Например, вот так, пускай полежат. Они полностью готовы, тут все норм. Вот так вынимаем. И лук туда фиганули на сковородку. Если какие-то пригаринки есть, лук их очистит. Потому что лук это на 99% вода просто. Смотрите, вот какие-то пригаринки внизу еще есть. А вот, собственно, лук все очистил. То есть вообще никаких пригаринок, ничего, потому что лук своей водой все растворил. Отлично. Туда же чеснок. Вот так перемешали и через минуту добавляем. Сколько сливок, столько же бульона, столько же и гречи. Прямо вот так гречу, прям вот так бульон и прям вот так сливки. Перемешали и ставим супер маленький огонь. А, ну да, соль, перец по вкусу, это понятно. Пока гречи не набухнет. Минут за 20 гречи все впитывает. Что сливки, что бульон. Вот так положили, как ризотто. Жареное бедро. И отлично сюда идут огурчики и сметана, если что. Сливочно, нежно, офигенно. Мягкое мясо, поджаристое. Посмотрим, готово ли внутри. Просто вот так бэээм. Само собой оно готово. Йо-ка-ла-мане. Растушили вообще. Курица, ну просто курица, просто жареные бедра. А вот эта греча с луком, с чесноком, впитавшая в себя сливки и бульон, это нечто. Спасибо всем, кто подписывается.